Добрый день, дамы и господа, уважаемые коллеги. Меня зовут Виталий Смелов. Я работаю в группе скрининга Международного агентства по исследованию рака Всемирной организации здравоохранения в Лионе. Чтобы упростить задачу для всех, я сделал слайды на английском языке, но лекция будет на русском. Лекция будет о проблемах скрининга ВПЧ. ВПЧ, я берусь попелома человека, это... А тут нет на большом экране, да? Извините, пожалуйста. В большом экране же нет ничего, да? Да. Значит, вирус попелома человека, или ВПЧ, это группа маленьких размеров ДНК, содержащих эпилеотропных вирусов. Они чрезвычайно распространены в человеческой популяции. И Международный реферсный центр по ВПЧ определяет более 200 видов ВПЧ, большая часть из которых секвенирована. Международное агентство по исследованию рака определяет 13 типов из них, как высокого риска или канцерогены, то есть те, которые могут вызывать онкологические заболевания. Когда мы говорим о скрининге ВПЧ, я не говорю о тесте на ВПЧ, да, хотя об этом мы тоже будем говорить. Скрининг – это процесс выявления тех людей из, предположительно, здоровой популяции, у которых есть увеличенный риск по заболеванию. И скрининговый тест – это простой тест, который выполняется, может быть выполнен на большом количестве людей, для того, чтобы определить тех, у кого есть заболевания, или у которых заболевание может развиться. Ну, синоним в русском языке – это диспансеризация. Скрининговые критерии были предложены ВОЗом в 1968 году, были разработаны британцем Вилсоном и шведом Юнгером, и в течение длительного времени оставались актуальны. Спустя 40 лет, в 2008 году, Всемирная организация здравоохранения публиковала синтез этих критериев в соответствии с современной ситуацией. И, соответственно, я построил эту лекцию вокруг этих критериев. Значит, проблема, по которой проводится скрининг, она должна быть в первую очередь общепризнанной. Ну, то, что вирус папилломы человека, конкретно 16-18 тип, связан с раком шейки матки, было известно в 1984 году. Харальд Сухаузен открыл это, за что получил Нобелевскую премию. Актуальность рака шейки матки обусловлена его распространенностью. Здесь на карте интенсивности красного цвета, чем больше, тем больше выражены. Показано число смертей от рака шейки матки в разных странах. Исследование Семьерной организации здравоохранения Глобакана публиковало в 2012 году статистику по частоте встречаемости онкологических заболеваний в 184 странах. И рак шейки матки находится на четвертом месте. Полмиллиона случаев приблизительно ежегодно. Но если мы возьмем страны с низким и средним уровнем дохода, то где-то 84% от этого числа будет приходиться на эти страны. Уровень смертности высокий, 52%, но опять-таки из этого числа более 85% приходится на развивающиеся страны. Если мы говорим про Российскую Федерацию, из тех данных, которые доступны, в России проживает более 65 миллионов женщин, девушек старше 15 лет. И в группе 15-44 лет частота встречаемости рака шейки матки на втором месте, а смертность на первом месте. Считается, что высокий уровень смертности от рака шейки матки может быть уменьшен путем внедрения скрининговых и лечебных программ. И в принципе на сегодняшний момент существует два подхода. Есть оппортунистические программы, есть организационный скрининг. А оппортунистические программы – это когда скрининговый тест предлагается любой женщине, которой приходит в лечебное учреждение, хочет она через него пройти или нет. Как правило, характеризуется не очень большим числом участников, не очень эффективным качественным контролем. Эти тесты, как правило, не очень… Такой подход, как правило, не очень эффективный и, как правило, не очень дешевый. Но, к сожалению, этот подход как раз таки характерен для большинства развивающихся стран и стран со средним доходом. Организованный скрининг, как правило, организован в развитых странах. И он предполагает, в принципе, политические решения на национальном уровне. Программа и протокол должен быть разработан и четко описывать методологию скрининга и лечения, чистоту скрининга, целевой возраст и другие аспекты программы. Также должен быть четко разработан механизм приглашения целевой аудитории систематически, для того, чтобы поддерживать высокий уровень участия. Должна быть обязательно связка между скринингом, диагностикой и лечением. Ну и также программное мониторивание, наблюдение за программой. И очень важный момент – должен быть план по оценке качества исследования. Второй критерий – то, что цели скрининга должны быть определены в самом начале. Ну, мы знаем, что персистирующая папилломовирусная инфекция и онкогенные типы могут вызывать рак шейки матки. Однако только очень маленькая пропорция персистирующих ВПЧ-инфекций реально приводит к раку шейки матки. Большинство ВПЧ-инфекций исчезает в течение нескольких месяцев, и более 90% в принципе исчезает в течение двух лет, даже без всяких медицинских манипуляций. И большое количество ВПЧ-типов является просто не опасными, не вызывательными проблемами. Ну, как бы показательно вот на этом снимке, значит, здесь показана пропорция, большая зеленая, высокая зеленая линия – это частота встречаемости ВПЧ-инфекций среди популяций, красная – это частота встречаемости рака среди популяций в зависимости от возраста, и синяя – это интерапитериальные поражения высокой степени. Цель скрининга рака предстательной железы – это, в принципе, сократить смертность от этого заболевания. Ну, и мы исходим из того, что если предраковые дисплазии обнаружены, то, соответственно, они могут быть, ну, раз они выявлены, они могут быть пролечены, таким образом рак не разовьется, и женщина останется в живых. Стартовая точка является инициирование обсуждения на профессиональном уровне и среди публики, общественности, да, то есть понимать, цели и задачи этого исследования, нужно оно или не нужно, также какие выгоды и недостатки могут быть от скрининга. Следующий шаг должен быть обзор существующих научно обоснованных рекомендаций и руководств, которые существуют, и применение их к локальным условиям. Ну, и в течение всего процесса рекомендовано международное сотрудничество, просто для того, чтобы избежать те ошибки, которые какие-то страны уже допустили, и потом поделиться своим опытом с другими странами. Идеальный скрининговый тест на рак шейки матки должен быть аккуратным, должен быть приемлем для всех женщин, должен быть применен, легко использовать на больших количествах людей, должен быть доступный для применения в определенных условиях, должен предлагать результаты быстро, а лучше немедленно, и должен быть дешевым. Из тех тестов, которые скрининговые сейчас есть, в принципе, есть визуальная инспекция шейки матки после обработки раствором кислоты, либо с увеличением, либо без, цитология обычная, стандартная, либо жидкостная, и тест на диагностику ВПЧ, ДНК ВПЧ. Ну, в принципе, я не буду говорить сейчас пока о разнице между цитологией и ВПЧ, дальше скажу, но, в принципе, общий тренд такой, что желательно использовать хотя бы какой-то один тест, но семейная организация здравоохранения, она включила в этот диагностиру и лечи руководство ссылку на использование ВПЧ-теста. Должна быть целевая популяция. Значит, ВПЧ – это наиболее часто встречающаяся инфекция, передающаяся половым путем, и, в принципе, пик инфицирования ВПЧ приходится где-то на возраст 20-25 лет, в то время как пик на развитие предраковых состояний приходится на возраст 30-35 лет, то есть и 40-45, когда уже реально развивается рак. Общее понимание проблемы такое, что от момента инфицирования ВПЧ, именно до момента рака, если он вообще разовьется, проходит где-то 10-15 лет. Предыдущий коллега вот об этом сказал, да. Американские руководства рекомендуют, в принципе, использовать ВПЧ-тест, думать об использовании ВПЧ-теста, начиная с возраста 25 лет. Европейские руководства, о котором упоминал предыдущий докладчик 2015 года, последнее издание было, они рекомендуют начинать это возраста 35 лет и не начинать это до 30 лет, а с 30 до 35 лет там четкой позиции по этому поводу нет. Должно быть научное доказательство эффективности скрининга. Ну, с этим проблем нет. Очень известный слайд по поводу того, как оказывает воздействие на число женщин с развившимся, сдиагностированным раком шейки матки, странах, в которых был внедрён скрининг, Финляндия, красная линия, и странах, в которых скрининг не был внедрён, Индия, зелёная линия. Значит, в 2009 году была опубликована достаточно классическая работа по сравнению различных методов скрининга, используя ВПЧ-диагностику, визуальный осмотр шейки матки, цитологию и ничего не делание в одной из развивающихся стран, Индии, на 130 тысяч человек. И было доказано, что использование даже одного ВПЧ-теста в принципе достаточно для того, чтобы сократить, ну, жёлтая линия, да, сократить число поздних запущенных стадий рака или же смертей от рака шейки матки. Европейские исследования, рандомизированные, из Швеции, из Голландии, артистик английский НТС из Италии, совместно выдали 176 тысяч человек, женщин, за которыми проводилось наблюдение и сравнение эффективности ВПЧ-скрининга по сравнению с цитологией и, в принципе, на протяжении в среднем 6,5 лет. И было, в принципе, выяснено, что ВПЧ-технологии позволяют, ВПЧ-тесты позволяют, в принципе, предотвратить 60-70% по сравнению с цитологией инвазивного рака шейки матки. Значит, в принципе, должно быть интегрировано образование, тестирование, клинические услуги и руководство проекта. Ну, с этим немножко сложности, особенно если мы говорим о развивающихся странах, да, потому что видно, какой уровень дохода в странах с низкой и средним экономическими доходами и странами высокоразвитыми, в частности, США и Швеция. Проблема какая? Тотальная бедность, да, отсутствие правительственного финансирования на расходы медицинского, на систему здравоохранения, отсутствие человеческих ресурсов, чтобы, в принципе, и заниматься этим здравоохранением, отсутствие профессионалов, которые бы занимались лечением рака или скринингами его, и отсутствие ресурсов по лечению рака как такового, ну и, в общем-то, миграция еще. Что касательно тестирования, да, тут в предыдущей дискуссии были вопросы. На сегодняшний момент, значит, я постараюсь быть максимально дипломатичным, на сегодняшний момент существует, в принципе, два диагностических теста, подхода, диагностических подхода, которые абсолютно четко клинически, эпидемиологически валидизированы. То есть они применялись длительное время на больших группах популяций, во многочисленных исследованиях. Это Hybrid Capture 2, который захватывает гибриды ДНК и РНК, 13 типов попилома вируса, система, которая позволяет выдавать световой сигнал и интенсивность его позволяет говорить о вирусной нагрузке. ДНК не амплифицируется. И второй подход – это иммуноанализ ПЦР-продукта, который производится с использованием праймеров GP5+, 6+, и он позволяет определить 14 типов вируса попиломы посредством амплификации участка ДНК. Конечно, за последние десятилетия было придумано много разных тестов, то есть, в принципе, считается, что существует более 125 тестов, которые разработаны, и 80 вариантов их оригинальных тестов. В Российской Федерации тоже существуют собственные тесты, но в реалии существует очень мало данных, доступных в открытом доступе, в печати, которые бы говорили об их клинической эффективности. В 2008-2011 году инициированный ВОЗ при поддержке фонда Билла Гейтса проект по оценке качества ПЧ-диагностики в разных лабораториях мира задокументировал, в принципе, стремление к улучшению диагностики в ПЧ, но последние цифры, которые были опубликованы в 2011 году, показали, что 25% лабораторий, в принципе, не справляется с качественной диагностикой по 16 типам вируса попиломы и негативной позитивной контроли. Во время скрининга должна проводиться оценка качества, сводящая к минимуму возможные риски. Что мы имеем в виду? Критерии качества – это процесс, который соотносится к общему плану ведения проекта. Качественный контроль – это набор мероприятий, которые используются для оценки качества служб и возможностей. И гарантия качества по скринингу рака шейки матки включает поддержку на различных уровнях, периодическая оценка общего выполнения программы основана на тех данных, которые ты получаешь во время тестирования, анализ результатов и сравнение с теми задачами, которые ты поставил в самом начале, когда ты начинал этот тест, ну и распространение этих результатов, конечно, имплементации в дальнейшем проекте для улучшения проекта как такового. Этот процесс сам по себе очень динамичный, то есть от момента плана, то есть какая политика будет использоваться, какой будет использоваться протокол, цели и задачи, роль, ответственность, организационные структуры до внедрения, то есть процесс, тренинг персонала, очень критичен, документация, потом всевозможная поддержка, аудит, обзор данных, составление отчетов, потом выдача этих отчетов участвующим сторонам, определение слабых моментов и принятие решений по тому, как эти моменты решить. И на всех этих моментах, во всех этих участках должен присутствовать оценка контроля качества. Следующий критерий – программа должна обеспечить возможность выбора конфиденциальности и независимости. Ну, очень просто, ВПЧ – это инфекция, передающаяся половым путем, соответственно, конфиденциальность очень важна, особенно когда мы говорим о женщине, которая определила вирус попилома, онкогенный тип. То есть вирус попилома, онкогенный тип – это не всегда онкология. Ну и плюс, в принципе, исследования должны проводиться в таких условиях, когда существует абсолютно четкая уверенность в том, что конфиденциальность будет сохраняться в той юждикции, где проводится это исследование. Программа должна обеспечивать доступ к скринингу для всей целевой категории. Яркий пример – развитые страны и развивающиеся страны. Значит, в развивающих странах частота встречаемости рака шейки матки на втором месте. Почему? В развитых странах программы скрининга какие-то существуют, есть национальный доступ, полный национальный доступ, все население закрыто этим, и в итоге это приводит к существенному снижению частоты рака шейки матки до 80% после внедрения скрининга. В развивающих странах отсутствие национальных программ, бедный или никакого доступа к эффективной диагностике и лечению нет, ну и тотальная просто бедность. Поэтому не может вызывать удивление, что за последние более чем 30 лет никакого клинического улучшения в плане снижения частоты диагностики рака шейки матки не было достигнуто. Ну и, как бы, надо сказать, что диспропорция будет и дальше увеличиваться, потому что, в принципе, население развивающихся стран просто само по себе увеличивается, поэтому число онкологических больных просто будет больше в любом случае там. Оценка программы должна быть спланирована с самого начала. Она должна покрывать все службы по скринингу, включая те клинические службы, которые напрямую не вовлечены в программу. Надо понимать, что скрининг на ВПЧ-инфекцию обязательно приведет к увеличению повторных тестов и увеличению диагностических исследований до тех пор, пока соответствующий подходящий протокол не будет внедрен в эту скрининговую программу. Таким образом, мониторинг этого скринингового процесса, он критически важен для того, чтобы контролировать, подчеркнутый момент, расходы, прямые и непрямые. Это очень важно. Преимущества скрининга должны перевешивать вред. Значит, статья, которая была поблагодарена буквально три месяца назад, в 2016 году, в марте этого года голландскими исследованиями из Роттердама, здесь представлена диаграмма различных моделирований, они смоделировали различные сценарии, при каких случаях и с какой частотой есть смысл делать ВПЧ-диагностику по сравнению с цитологической диагностикой. Значит, ну и серыми столбцами отмечены изменения в количестве положительных тестов, которые нужно было повторять, а черными квадратиками отмечено количество смертей, которые были предвращены. Ну, чтобы сократить все это, пятилетний интервал, начиная с женщин с 30 лет, в принципе, дает достаточный процент выявления рака шейки матки при достаточно приемлемых расходах системы здравоохранения на них, то есть повторных тестах и выполнении кольпоскопии, потому что мы не говорим о выполнении ВПЧ-теста как одного. Обратите внимание, что если начинать тестирование с 20 лет и делать это тестирование каждый год, то, в принципе, это увеличивает в 5 раз необходимость выполнения дополнительных исследований, в том числе кольпоскопии. И, значит, в принципе, заканчиваю. Шаги по внедрению скрининга рака шейки матки в условиях со стесненными финансовыми возможностями включают выполнение тщательного ситуационного анализа, получение политической и финансовой поддержки, определение участвующих сторон и структур управления, развитие тщательно разработанного протокола, инвестирование в человеческие ресурсы, то есть те, кто будет этим заниматься, и эти люди должны, как правило, быть автономны, улучшение инфраструктуры. Ну и, в принципе, можно как первый шаг, он должен быть, это, в принципе, постараться получить раннюю, более раннюю диагностику и лечение заболевания. Ну и в заключении, рак шейки матки – это заболевание, вызывающееся вирусом папиллома, онкогенными типами, передающиеся половым путем в основном. Эффективные скрининги лечения и программы по лечению способны сократить смертность от него. Скрининг с использованием диагностики ВПЧ может привести к снижению смертности от инвазивного рака. Этот подход выгоден, в том числе финансово, в том числе в условиях, когда финансы отсутствуют. Но необходимая политика и организация программы должна быть выполнена для того, чтобы получить максимальные выгоды и избежать максимальные недостатки. И, значит, последнее предложение. Самое важное – это должен быть присутствовать оптимальный контроль качества на каждом шаге, когда мы говорим о выполнении скрининга с использованием ВПЧ-теста. Ну, в принципе, все. Большое спасибо. Спасибо, пожалуйста. Я хотел бы задать вам вопрос. Как вы считаете, что в конечном итоге, что более эффективно – цитологический скрининг или же скрининг на HPV-инфекцию? Это первый вопрос. И второй вопрос. Как вы считаете, если, скажем, вы считаете, что более эффективный – это скрининг на HPV, то тогда, что надо заменить скрининг цитологический на скрининг HPV, что ли? Потому что два скрининга – это будет слишком дорого, и они как бы конкурируют друг между другом. Замечательный вопрос. На самом деле, значит, если бы мы жили все в идеальном мире, и все стоило рубль, вот я обычно пациентам говорю, если бы все стоило рубль, тогда, конечно, любая, все методы скрининга, они вместе выполнены, они нехороши. Но, к сожалению, мы не живем в идеальном мире. То есть кто-то должен за этот банкет платить. Соответственно, если платится система здравоохранения, то мы должны определить, что экономически целесообразно. И тут я хотел передрисовать вопрос. Я не это имел в виду. Я понимаю, о чем я говорю. Не экономически целесообразно, а в смысле выявления ранних форм рака и лечения этих больных. Если, в принципе, любая скрининговая программа, если она организационна и применена к популяции, любая хороша. Любая хороша. А дальше ты уже исходишь из конкретных условий для определенной ситуации, для определенной страны. Если говорить о цитологии, если цитологическая служба существует, и она высокоэффективна, и контроль качества, мониторинг качества сохраняется, то, в принципе, возможность такая ситуация, когда нет смысла эту систему ломать и заменять ее чем-то, если это экономически целесообразно. Если цитологическая служба развалена, или она как бы функционирует, но функционирует неэффективно, тогда есть смысл сделать перейти на... Если она неэффективно функционирует, тогда ее нужно сломать и сделать скрининг HPV, да? Ну, мое личное мнение, мое личное мнение, постараюсь быть дипломатичным, я бы сделал так. Наверное, при условии, что ВПЧ, тестирование само по себе, тоже валидизировано. Если вы имеете в виду Россию, то у нас с точки зрения цитологической службы нечего ломать, надо, может быть, вас создавать? Я еще раз повторю для перевода. Я когда задавал вопрос предыдущему, так сказать, выступающему, я имею в виду, что у нас цитологическая служба сломана, это настоящая проблема. Мы не можем... Вот это настоящая проблема. И поэтому я задал вопрос, надо ли, так сказать, начинать сначала с HPV-тестирования. И я получил, в общем, положительный ответ и в прошлом докладе, и вот теперь в этом докладе. Так что... Сломано? Нечего, так сказать, ломать? Уже давно сломано. Я просто хотел добавить вот, значит, таким вот образом, что ведь при цитологическом скрининге мы определяем ранние формы рака. И, естественно, как это было сразу, это установлено, это было установлено лет 60 тому назад, если лечить эти формы рака, значит, не будет развиваться инвазивный рак. При скрининге HPV мы выявляем, значит, инфицированность вирусом попелом у человека, который действительно является этиологическим фактором, и, но через какое-то время рак может развиться или нет. Скорее всего, что он не развивается. Понимаете? Вот тут качество этих скринингов разное. И, может быть, вот из-за того, что ведь все вот эти признаки, все эти принципы, которые докладывал нам вот, да, Ахти Антила, да, вот из Финляндии, они были известны уже 60 лет тому назад, ну, в 90-е годы точно были известны. Вот. И после этого только одни разговоры, и никаких действий не было, понимаете? Может быть, из-за того, что не была организована эта система, да, стали применять вот другие методы. А давайте вот это самое простое, это скрининг вот попелома человека. Ну, попелома, это самая, обсеменяемость населения составляет в западных странах, скажем, 60-80%. Ну, что там? Проблема в том, что цитологический метод – это субъективный. Цитологический метод хорош, но он субъективен. То есть он зависит от того, кто смотрит и кто видит. Так надо взвивать. А дальше возникает вопрос тренинга и так далее. И опять-таки, кто будет платить за этот тренинг? И, в общем, это вопросы бесконечные. И что касательно попелома вируса, то надо понимать, что с самого момента инфицирования еще, в принципе, ни о чем не говорит. Тут должны пройти годы, что позволяет… Я хотела бы перефразировать, может быть, в какой-то степени вопрос. Вот, например, страна, где нет организованного скрининга. И планируется организованный скрининг. Какой бы вариант организованного скрининга вы бы рекомендовали – цитологический или ВПЧ? Потому что был вариант несколько лет назад, как вариант кольпоскопический метод, как скрининг, не подтвердивший свою эффективность. Сейчас вот ВПЧ диагностика. Вот как бы вы рекомендовали, где нет вообще организованного скрининга – цитологический вариант или ВПЧ? Я постараюсь сказать, как бы, не за всех, за свою точку зрения. Значит, если представить такую ситуацию, что у нас нет никакого скрининга, и вот мы собираемся этим заняться, то, раз его нет, соответственно, нет финансирования на это. Да, ну, его не было, поэтому его и нет. Поэтому моя точка зрения, что дешевле организовать скрининг по диагностике ВПЧ, валидизированный, но обязательно с наличием центров, которые будут осуществлять 3H, где будет осуществляться контроль, потому что мы должны ввести какую-то дополнительную методику, которая бы отсеивала вот эти, точнее, отслеживала этих женщин, у которых находится вирус папилломы. Что с ними дальше делать? Можно? Я, извиняюсь, я просто как таракальный хирург задам вопрос. Насколько я понимаю, скрининг ВПЧ и скрининг цитологический, их нельзя разделить. То есть, насколько я понимаю, если делаешь одно, если организовывать в стране скрининг, то и должны быть и валидизированные лаборатории ВПЧ, и цитология. Согласен, наверное. И поэтому, мне кажется, вопрос такой больше... Я понял, что у нас ничего вообще нет. Мы исходили из ситуации, когда ничего нет. Я понимаю, что если у нас... Тут должен быть какой-то вообще организованный скрининг. И почему я дал предпочтение ВПЧ? Потому что его просто проще и легче валидизировать. Проще организовать одну лабораторию на эту страну, куда будут ссылаться почтой все эти образцы. Простите, пожалуйста, но как же у нас ничего нет? У нас все есть. Я не сказал у нас. Нет, ну вот в принципе сейчас. У нас все есть, у нас все работает. Я не сказал у нас так. Чего у нас нет? Это нет организации. Нет, и у меня вопрос не в этом. Вопрос в том, что ВПЧ тоже в вакууме не существует. Нам одного теста не хватит. Нам нужно продолжение. И без цитологии мы не обойдемся. Ну я говорил о триаже, да, что... Это разные... Мы можем что-то вперед ставить, что-то назад, но и то, и то нам нужно.